О том, с чем связаны участившиеся случаи распространения дезинформации, а также провокации с армянской стороны, мы поговорим с российским экспертом по международным конфликтам Евгением Михайловым. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Господин Михайлов, скажите, пожалуйста, а почему даже после недавнего серьезного обострения на границе Азербайджана и Армении Ереван продолжает осуществлять провокации, в том числе и в информационном поле, чего добивается армянское руководство? Ну, армянское руководство, конечно, добивается, прежде всего, формирования международного мнения против Азербайджана. И удивляться здесь нечему. Мы видим участившиеся контакты армянской стороны с Соединенными Штатами Америки, Визит Пелоси и так далее. А помимо этих контактов нужно не забывать, что именно Соединенные Штаты и его партнеры, союзники, очень умело пользуются информационными вбросами по всему миру. Соответственно, армянам есть у кого учиться, и, возможно, у них появились консультанты, которые будут подсказывать, как дальше лучше пытаться вводить дезинформацию. Пока, я вижу, Азербайджан достаточно успешно работает на информационном поле и вовремя и заранее нейтрализует любые последствия негативных информационных вбросов со стороны Армении. То есть они еще учатся. То есть раньше у них вообще все не получалось. Но нужно быть готовым к тому, что после более активных отношений с Соединенными Штатами и теми, кого они хотят себе выбрать, партнерами для дестабилизации на Южном Кавказе, акции, информационные атаки, они будут более тщательно планироваться. Вчера армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в Твиттере о том, что он не добился от Азербайджана признания территориальной целостности Армении. Что имел в виду глава армянского Кабмина? Можно ли говорить о каком-то признании за рамками мирного процесса? Ведь мы знаем, что Баку и Ереван еще продолжают переговоры о мирном соглашении, в том числе переговоры о делимитации границ. На мой взгляд, сначала необходимо выполнить армянской стороне все заранее договоренные условия, которые были описаны в соглашении в ноябре 2020 года, именно провести делимитацию и демаркацию границ, и тогда уже говорить о каком-то признании. Когда границы будут действительно согласованы, и Азербайджан это устроит, именно устроит выполнение договоренности прежде всего, тогда можно говорить о том, что Азербайджан признает или не признает. И тогда же можно говорить, в случае установления уже границ, и если будут какие-то провокации, то тогда можно и обвинять Азербайджан в чем-то. Сейчас все обвинения, они абсолютно, на мой взгляд, абсолютно беспочвенные, и провокации делаются со стороны армянской стороны как раз-таки для того, чтобы полностью сорвать процесс делимитации и демаркации границ, соответственно, подписания мирного договора, и превратить это все в профанацию, либо вынудить, ну это смешно звучит, вынудить Азербайджан подписать договор на условиях Армении. Ну это, конечно, фантастика, но я думаю, что я об этом мечтаю. Господин Михайлов, как вы оцениваете предварительные итоги недели высокого уровня, 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, как для Азербайджана, так и для Армении? Ну, я оцениваю, для Азербайджана ничего не меняется, он занял правильную позицию, А вот Армения все время пытается добиться некой жалости к себе, она все время обвиняет, что в ее проблемах кто-то виноват. Вот Никол Пашинян, выступив на сессии ООН, вот так завуалированно намекнул, что вот есть партнеры и друзья, которые не помогли бедной Армении, когда Азербайджан нанес некие там атаки и были жертвы в армянской стороне, и, соответственно, все их бросили, и он намекнул прямо на то, что необходимо менять друзей, на мой взгляд. Это такая вот недвусмысленный посыл Российской Федерации, которая столько лет отстаивала интересы, ну, конечно, свои прежде всего, но интересы Армении, чтобы ее никто не обижал, да? Вот, и именно Россия выступила гарантом миротворческого процесса, и сейчас Никол Пашинян, я не скажу, что он прямо от себя действует. У него там достаточно как советников, так и тех, кто на него давит. Он взял на себя крест, он должен подписать все достигнутые ранней договоренности. Ну, как бы сейчас многие говорят, что ему не дают бедному, ему то-то, но все это не так. Если ты взял на себя обязательства, ты подпиши, пострадай, или там не бойся, что тебя снесут, то ты выполни обязательства. Вот так делают настоящие лидеры. А не жалуются на трибуне ООН, не обвиняют своих стратегических партнеров за вуалированное. Он же прямо не назвал, что Россия нас бросила. Он аккуратно так сказал, что, дескать, не единожды мы обращались за помощью к партнерам, но они нам не оказали. То есть превратил все в некий фарс. Все прекрасно понимают, что все провокации, которые происходили, и это было доказано, они спровоцированы армянской стороной. Но это будет происходить и дальше. Я думаю, Азербайджану нужно быть готовыми. Но это всегда так было и будет, пока в Армении не появится либо нормальная государственность, либо нормальный, конечно, лидер, который придет и будет отвечать за свои слова. Но все это будет после подписания мирового договора. Господин Михайлов, как вы тоже знаете, в последние недели сразу несколько дипломатических представителей Азербайджана за рубежом подверглись нападениям со стороны активистов армянских нациалистических организаций. Какие же цели они все-таки преследуют таким образом? Что это? Это инструмент влияния или же все-таки жест отчаяния? Давайте так. Прежде всего, это, конечно, жест отчаяния. Инструментами влияния они были, как в 70-е годы. Они нападали на турецких дипломатов, на турецкие посольства, убивали их. Тогда была осала мощная. Мне сейчас приходит сообщение «Бойся осалы». Я говорю, таких же уже не осталось. И, соответственно, это жест отчаяния. Это единственное, что они могут сделать на данном этапе. Во-первых, если начнут совсем жестко пытаться применять какие-то меры, грубо скажем, убьют кого-то из дипломатов или из граждан Азербайджана, спровоцируют это, но они получат очень жесткий ответ. Очень жесткий ответ. И тогда у Азербайджана будет аргументированная позиция и перед ОДКБ, и перед всеми нанести какой-то превентивный ответ на то, что творят граждане или неграждане, армяне в других странах мира. Ну, конечно, не будет нападения на страну, но Азербайджан найдет ответ. Я уверен в этом. Это единожды провокация. Там прошла, там прошла провокация. Из всякой ситуации есть выход. И на самом деле на это нужно смотреть. Вот как бы сверху вниз, со стороны сильного государства, который видит, что те, кто не могут вообще даже договариваться, не могут исполнять свои обязательства, у них остались только одни выходы, один выход. Делать вот такие вот мелкие пакости. Но это не более чем мелкая пакость. Нужно просто собирать информацию, доказывать ее. Опять же, доказать связь вот этих событий с армянскими событиями, именно с управлением подобными провокациями, именно из Армении, из Еревана, и тогда предъявлять претензии на более высоком уровне. И все-таки, как вы думаете, можем ли мы ожидать возобновления переговоров между Баку и Ереваном по мирному соглашению в ближайшее время? В частности, состоится ли запланированная на ноябрь в Брюсселе встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении? Вы знаете, на мой взгляд, это зависит, прежде всего, конечно, от Азербайджана в данном случае. Мы знаем, как Брюссель относится к Азербайджанской республике. Как бы он там ни говорил свои такие дифферамбы президенту и сильной стране, которая обладает хорошей экономикой и главной нефтегазовыми ресурсами, Брюссель все время выступал на стороне Еревана. Все время выводил резолюции в поддержку Еревана. Я думаю, что если переговоры вдруг и состоятся, то, конечно, Пашиняну удобно ехать в Брюссель. Его там хорошо поддерживают. Но я думаю, что они не дадут никакого результата, потому что все-таки основным игроком на Южном Кавказе, несмотря на происходящее событие, является Российская Федерация и Турция. Потому что в любом случае и Россия, и Турция. Россия в большей мере, а Турция в менее, участвовали в том, что произошло в 2020 году. То есть ноябрьские соглашения, перемирия. Соответственно, Брюссель, если состоится, он не принесет никакого результата. Но, опять же, я думаю, вполне... Я допускаю мысль, что президент Азербайджана Аль-Хам Алиев просто не согласится, если там не будет предложено конкретных решений. Благодарю господину Михайлову. Я отмечу, что о том, с чем связаны участившиеся случаи распространения дезинформации, а также провокации с армянской стороны, мы поговорили с российским экспертом по международным конфликтам Евгением Михайловым.